Хайра, друзья! Сегодня у нас на распаковке карбюраторы К302 для мотоциклов К750. Нашел на просторах интернета неюзанные карбы, сделанные еще в СССР. На нашем мотоцикле карбюраторы собраны из разных. Настройку, наладку производили, но есть у них недостатки работоспособности. В одном западает поплавок и при заполнении камеры бензин начинает просто ручьем литься на землю. Однажды в поездке таким образом вытекло около 5 литров топлива. Хорошо, у меня в багажнике всегда есть НЗ. Так что при удобном случае весной или летом мы поставим на наш КАС новые карбюраторы. Надеемся, что они будут работать исправно. Я давно присматривался к новым карбюраторам К302, но детали эти далеко не часто встречаются в продаже, все больше БУ. Но однажды мне попалась пара совершенно новых, не использовавшись. Так же производствую с СССР. По цене 5000 рублей за пару, естественно. Я как-то маялся, думал, цена все-таки приличная, но и они ушли. Я немного был огорчен, ну что случается, значит так нужно. В итоге через полгода наткнулся на объявление по более приятной цене. Проверил надежность продавца и вот они уже у меня в руках. По цене за пару вышли 3300 рублей с услугами почты. Кстати, также частенько посматривал на карбюраторы с Алиэкспресс, но почему-то не доверял им. Хотя я недавно посмотрел на ютубе видео, обзор китайских карбов. И возможно, не так уж они плохи. Но какие-то махинации с ними все-таки нужно проводить. Ну что, немного расскажу о самих карбюраторах. Упускались они для мотоцикла М63, К650 и К750М. Предшественниками этих карбюраторов долгое время были карбы К307 и К308. На смену им пришли К301 и К302. Оба карбюратора мотоциклетного типа, выполнены по одной конструктивной схеме, с отдельной системой холостого хода и шиберным плоским золотником, заслонкой. Все детали взаимозаменяемы. Корпус имеет фланец для присоединения карбюратора к головке цилиндра и патрубок для крепления трубопроводов от воздушного фильтра. Поплавковая камера отлита из цинкового сплава, заодно целая с корпусом. Главный воздушный канал в средней части сужается, образуя диффузор. Как говорил Ирбитский Киевский мотоциклетный завод, эти карбюраторы обеспечивают более высокие эксплуатационные динамические показатели. При движении по асфальтированной дороге с установившейся скоростью в диапазоне 20-50 км в час в городском транспортном потоке, расход топлива, например, с карбюратором К302 и К308 практически одинаков, а при скоростях выше 50 км в час К302 оказывается экономичнее К308. Новые карбюраторы стали компактнее, на их изготовлении шло меньше материала. Еще одно преимущество перед К308, они обеспечивают удобный доступ к педалям переключения передач и ножного тормоза. Конечно же можно рассказать подробнее об их устройстве, разобрав на детали, но думаю в этом видео эта вся информация будет излишняя, поэтому оставлю это на следующий раз, когда мы с ЖЭКой будем ставить их на наш К750. На сегодня все, не забываем ставить позитивный жест, до новой встречи, пока!